Всем привет! В этом ролике я хотел бы вам показать свою копилку со свинцом. Сегодня, когда я ходил пешком, я нашел немного свинца. Вот, посмотрите, это было найдено возле автомойки. Это вот было вдоль дороги. Я, конечно же, его прихватил. Вот. Ну, а это основной свинец, который я накапливал в прошлом году. Так, это магнит. А есть еще вот такие вот свинцовые пломбы. Их мы не будем трогать, это оставим их про запас. Потом есть здесь... Здесь надо, в общем, все перебрать, потому что тут есть не только свинец, есть немного цинка. Вот он. Он отличается от свинца. Он более плотный, и его даже, когда берешь его плоскогубцами, он не мнется, крошится. И это не свинец, это цинк. Вот он. Надо его будет положить в копилку с цинком. А потом у меня есть еще вот такой вот припой. Это тоже, в общем, я собирал все в одной партии. Потом есть вот такой вот тоже. Я сначала думал, что это свинец, но это, кажется, тоже припой. Мы оставим его. Вот это тоже, так же припой. Вот это вот гнется. Возможно, это тоже свинец. Здесь еще вот такой вот, мне кажется, это тоже свинец. У меня возникла идея. Давайте вот эти расплавим все свинцовые грузики, уберем с них вот эти вот железные части, потому что они вот на этом держатся. Вот, посмотрите, прилипает. Это у нас немного железа. Чтобы его оттуда отделить, нам надо будет рассортировать все грузики. Вот эти куски пока не будем плавить. Их оставим. Расплавим чисто грузики. Вот. Вот это вот, это было найдено возле автомойки. Потом у меня есть такие похожие на него части. Вот они. Точно такие же, по-моему. Давайте я, в общем, сейчас переберу все грузики. Мы их взвесим. Посмотрим вес железом. Ну, а потом дальше, наверное, будем плавить. Весь свинец я рассортировал. Получилась вот такая вот кучка. В этой кучке каким-то образом попался цинк. Вот он. Ну, он цветом похож. Точно такой же серый. Но, посмотрите, какой звук у него. Звук звонки. А вот у свинца он немного глуховатый. Вот так они примерно и отличаются. И свинец немножко, чуть потяжелее. Вот эту партию мы, наверное, пока плавить не будем. Тут есть и свинцовые грузила. А вот эти вот штуки. Это вот цинк. Это вот тоже грузила. Потом вот такие вот маленькие грузики. Ну, и разные штуки. Это, в общем, мы оставим. А вот это вот будем плавить. Давайте сейчас взвесим. Ну, уже больше двух с половиной. И последнее. Так, 3 килограмма 180 грамм. Вместе с железом. Заливать свинец мы будем в такую вот формочку. Я видел, что многие заливают в железные формы. Ну, а мы попробуем залить полностью алюминиевую. Посмотрим, сцепляется ли алюминий со свинцом. Проведем такой маленький эксперимент. Слитки должны получиться довольно такого крупного размера. Кто хочет найти бесплатно свинец, ищите его вдоль дороги. Он там часто валяется. Попадаются крупные грузики. Вот как вот такой вот. Или вот такие вот. Иногда попадаются меньше ногтя. Ну, все они разного размера. И вот так вот их можно найти. Дорогие друзья. Сделал я вот такое вот приспособление для плавки. Посмотрите. Сейчас я его вытащу оттуда. Вот он, наш свинец расплавленный. Приделал, в общем, к кочерге вот такую вот проволоку. И получилась самодельная такая вот плавильня. Сейчас мы будем его заливать в нашу формочку. Вот, смотрите. Вот. Сейчас наложим еще. Вот он уже застывает тут. Ну, а дальше я вам покажу уже готовые слитки. Я сначала плавлю его вот в этой сковородке. Очищаю от железа. Разного там шлака. Потом мы его уже переливаем сюда. Немного догреваем. А уже под конец наливаем формочку. Вот, посмотрите, какой получился слиток. Сейчас мы его оттуда выбьем. Вот такой вот слиток. Вот он. Вот он еще горячий пока. Он уже остывает. Вот такой вот слиток. А это уже второй слиток. Вот он. Мы его сейчас перевернем. А свинец, получается, с алюминием не сцепляется. И вот можно даже в такой вот таре его заливать. О, еще горячее. Вытаскиваем третью завершающую партию. Вот он, наш свинец. Сейчас мы его нальем. Вот, начал застывать потихоньку. Пришло время подводить итоги нашей плавки. Получились вот такие вот свинцовые слитки. Три штуки. Вот. А вот это, это немного шлак. Тут чуть-чуть остался свинец. Но мы можем его взвесить, посмотреть просто. Вот. 275 грамм шлака. Это вот. Это вот железо, которое было на грузиках. Его тоже взвесим. Железо 305 грамм. Ну и давайте теперь взвесим наши слитки. 800 грамм. А полтора килограмма. А 2,5... 2,595... Такой вот результат по свинцу. Эти слитки мы сохраним. Пускай пока не слежат. Если вам понравилось такое видео, поставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.